Приветствую. Не так давно я решил, что самое время избавиться от мусора, и пока я разгребал в библиотеке стима всё, что давным-давно уже не нужно, совершенно случайно, я набрёл на старую добрую 60 секундс. И так как с момента наших прошлых выживаний в этой игре утекло уже немало времени, я решил, что будет просто неприлично пройти мимо и не попытаться снова продержаться в бункере более 100 дней. Но вот получится ли у меня это сделать, вы узнаете уже по ходу серии. Ну и не факт, что по ходу сегодняшней. Так что, как обычно, устаживайтесь поудобнее, набирайте вкусностей, и желаю каждому из вас урвать стиме побольше игр на летние распродажи. Она сейчас как раз в самом разгаре, и там вас ждут скидки аж до 80%, и всё это добро продлится аж до 11 июля. Так что дерзайте, и с максимальной выгодой закупайтесь лучшими играми. С чем вам с радостью помогут ребята из Купикода? На их сайте вы быстро и, главное, безопасно. С минимальной на рынке комиссией можете не только пополнить свой баланс в стиме, но и покупать там игры напрямую, получая их гифтом на свой аккаунт. В том числе и те игры, что попросту недоступны в Ру-регионе. Их вы тоже, благодаря Купикоду, сможете приобрести на свой Ру-аккаунт без особых проблем и лишних телодвижений. К тому же, с моим промокодом MrStack у вас будет не только 10% скидка на покупку игр гифтом, но и в придачу 2% скидка на обычное пополнение. А учитывая ещё и то, что Купикод в точности повторяет всю стимовскую распродажу, у вас есть всё для того, чтобы купить себе что-то по рекордно низкой стоимости. Также, кроме пополнения в рублях, на Купикоде можно пополнять казахстанские аккаунты в тенге и аккаунты в долларах. Но для всех зарегистрированных пользователей действует кэшбэк на каждое пополнение и покупку. Никакие пароли и другие данные сервис не запрашивает, так что ваш аккаунт остаётся в полной безопасности. А значит смело пользуйтесь и как раньше без проблем покупайте игры в стиме. Тем более, что в честь летней распродажи на Купикоде сейчас как раз проходит конкурс купилиард, где просто пополняя баланс стима, вы можете выиграть кучу призов от бонусных пополнений с халявными играми до игровой периферии, стимдека и топовых комплектующих. В общем, не теряйте время, но все ссылочки, как всегда, уже ждут тебя в описании. Так, вот дихлофос висит, здесь у нас сын на коленях, осуждаю, не поддерживаю. Здесь жена, здесь вода, ну короче, начнём с жены. Оп, жены и сына, всё, сына, жену. Так, ну в целом я всё самое полезное взял, давайте топор возьмём с едой. Угу, взял топор. Ай ты, блядь, давай в руку. Ой, блядь. Как вам видос, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Не, ребят, я отвечаю, вот эта попытка, она железно последняя. Пока что прям хорошо идёт, у меня есть карта, фонари какие-то, вон, картишки. А, о, замок, хорошо, что замок взял, а не картишки. Давайте водички побольше заберём, потому что водички, они пьют воду в два раза больше, чем еды. О, противогаз не взял. Давай, быстрее, там противогаз висит. Одинокий. А, вон, и давайте ружьё ещё. И ещё воды, успею. Успею! Ну нет! Бля, не знаю, хотите вертик, хотите нет, но это реально, это финальная попытка. Так, дождь не нужна, нужно радио. Я буду слушать музыку. А не вот эти вот ваши... Папа, где ты? Папа, я тоже хочу в бункер, это нам не нужно. Давай, 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 быстрее, нам нужно жену забрать ещё. Вот и воды тебе тоже в придачу. Это вместе с женой в комплекте. My wife starter pack называется. Скачать бесплатно. Всё, я ничего больше не успеваю. Ёбану! Вот, вот это уже интересно. День первый. Давайте разбираться, что у нас, как говорится, в чулане. У нас есть топорная составляющая, радио, книга, карта, ружьё, патроны, дихлофос, еда, вода, система противогаза, аптечка, замок. И вот ещё. Губная сучка. В целом, в целом, у нас вообще есть всё самое важное. Наши полки полны банок с супом, будем есть из них, пить из них, сидеть на них. У нас много воды, у нас много хорошо. Всё у нас есть, кроме дочери. И оно к лучшему. Такс, день второй. Значит, по счёту, в целом из... Опа! Тимми! А вот это вот что такое? Осуждение поддерживаю. Мы изо всех сил пытаемся сохранять спокойствие. Мы находимся в необычной ситуации. Всё у нас так необычно. Ни разу в жизни у нас ядерные атаки не случалось. Это в порядке, да, Лорес? Тоже в порядке. Припасы, припасы. Я вам тоже ничего не дам сегодня. Я помню, что, по-моему, три дня точно в этой игре можно никого не кормить, не поить. Вот такие вот у них требования, предпочтения. Короче, нормально. Наш город всё ещё сильно загрязнён. Ну, я думаю, стоит уже собрать, наверное, поход рюкзачный. Бэмс. И отправить кого-то завтра на поиски. Хорошая новость. И правительство только что объявило, что в нашем районе будет произведён сброс ящиков с припасами. Мы должны быстро выйти на улицу, добраться до ящиков и взять с собой... Ага. А чё? А можно? Сейчас просто день третий и конец. Да? Нет, смотри. Смотри! Мы взяли себе очень много воды и еды в этом ящике. И даже не порвали Блихлахцфон. Эта коробка оказалась не очень большой, но в ней есть те припасы, которые нам точно пригодятся. И это очень хорошо. Вот. Плюс две, плюс две. Эммм... Вот в поход. Вот в поход. Кого нам сегодня выставить просто голышом на улицу? Это, наверное, вот Тимофей. Ну, разве что вот голову я всё-таки его не выставлю. Я дам ему с собой противозачаточные. Давай, давай. Ай, принеси мне чё-нибудь уж соизволь. Кто-то сильно барабанит в люк. Мы очень боимся открывать, хотя это могут быть и хорошие новости, верно? Хрен его знает. Но у меня сейчас и зарезать могут с ножа просто. Ну, я рисковый. Я поддамся. Кто ж там был-то, а? Кто ж там был-то? Там сифилис, сука, какой-то. Пришёл. Что это такое? Открытый люк оказался не очень хорошей идеей. Кажется, мы подхватили ужасную болезнь. Эта кашель просто сводит с ума. Долорус заболела. Ну, какая-то вообще ненормальная. Это ненормальная на шестой день просто аптечку тратить. Она же выздороветь, по сути, может. Либо заразить Теда. Тут два варианта. Но я могу больную её отправить на вылазку. Либо вот так вот откормим. Блин, может её откормить реально? Да, я, наверное, её откормлю. Наши патроны пропали. Никто не мог их украсть. А это же, значит, что-то они где-то здесь. Э! Вы... А как? Подожди! Ну, это нонсенс какой-то. Ну, я надеюсь, хотя бы одно патронина в ружье-то заправлено, если чё. А вот это уже нехорошо. Ну, смотри. С другой стороны, Тед здоровый. А значит, кашель не заразный. А я ещё... Я же ещё не кликнул крест на карту, чтобы Тимми отправился куда-то. Подожди, там Тед не захотел у нас обожараться. Голод, жажда. Ну, голод и жажда — это понятие растяжимое. Вот обезвоживание — это я понимаю. А голодание как вообще определяется? Не, ну, смотрите, он человек здоровый, поэтому, как я помню, ну, поить их нужно раз в 4 дня, кормить раз в 8. Давайте продерживаться тактики. Кажется, мы не одни. С нами большой волосатый кролик-монстр. Похоже, он прячется в наших трубах. Он высасывает... Ой, высовывает голову и пялится на суп. Мы не можем допустить, чтобы он добрался до него. И что вы предлагаете кролика зарубить топором, либо застрелить? Так у меня патронов нет. А топором, топором, по-моему, можно вылечиться. Поэтому давайте без патронов просто припугнем сучку. Припугнул сучку. Угу. Ура, наши запасы спасены. Не повезло нашему пушистому мутанту. Думаю, мы все еще верхушка пищевой цепи. Блин, наша винтовка взорвалась, пока мы пытались выстрелить в эту тварь. Нормально, нормально, мужики. Молодцы. Ну как, мужики? Наружу кого пустить? Наружу. Ну давай Долору снаружи, пока она не заразила Теда. Она вчера поела, попила. У нее все хорошо. Это что такое? Связаться с другими. А, ну это как бы цели на будущее. Я раньше помню, вот она вот пыталась кликать, у меня не кликалось ничего, потому что это даже не кликабельно. Что-то мне вообще не нравится вот как... Так, подожди. В смысле, это почему дома? Когда мы подняли трубку, то услышали вздох облегчения по другой стороне. Человек представился уцелевшим из соседнего городка Хилл-Вэлли. Мы только начали разговор, как вдруг связь оборвалась. Что-то, наверное, испортилось на линии. Надеемся, нам перезвонят. Угу. А Тимми, вот сын это, епте. Куда сына вы дели моего? Выполняется. А, то есть Тимми не сдох еще. Я поэтому не могу никого отправить, или что? А, подожди, стоп. Тимми зачеркнули. Я не понимаю. Звуки, кстати, такие, как будто сын вернулся. Сын вернулся. И что он нам принес? Вопрос. Что-то там пошел. Там какие-то заводы, полицейские участки. Что-то там понервничали, побегали, попрыгали. Еды дали. Ружье дали, кстати. Молодец, мужик. Короче, что-то там сгорело все дотла. Тимми что-то... Ружье взял и убежал. Так, ну, раз такое дело, давайте соберем и попробуем больную женщину отправить в приключение на следующую вылазку. Херовая идея, хотя, возможно, стоит ее вылечить наоборот. И опять сына отправить куда-нибудь в путешествие. А что он сидит грустно и пусть развеется? Да, я, наверное, так и сделаю. Сейчас мы будем заниматься... Вот, смотрите, голодание. Вот, когда наступает голодание, тогда-то вот мы и будем заниматься кормлением Теда. Ну, там еще у жены обезвоживание тоже херово. Тимми усталость, жажда голодания. Покормим сына. Вылечим жену. Что там еще? Посадить дерево, построить дом. Что же пойдет наружу? Наружу у нас пойдет, наверное, мужчина. Мужчинка. Что же у мужчинки? Так вот, карту я не знаю. Блин, может, карту все-таки нужно давать, чел? Вот, смотри. Иду вот сюда вот, в микропарк. В микропарк, значит, иду. А, и не могу ничего взять больше, потому что для этого чемодан нужен. Что это за звуки? Вы слышали? Во-во-во, опять было. Что это такое? А, это я жму вот сюда, и оно... А вот сейчас я, кстати, понял, что, возможно, это была ошибка. Я же не покормил его как следует нормально. Так, смотри, день 12. Мы наткнулись на какой-то странный сигнал по радио. Там страшные помехи, голоса. И все на иностранном языке. А что, если это русские? Возможно, нам стоит подслушать их разговоры? Ну, как же дети? В смысле, что дети? Русские дети? Вот это уже страшно. День 13 стук в дверь. Мужа нет дома. Поняв, что это не русская речь, мы успокоились, хотя и ненадолго. Вскоре выяснилось, что это канадцы. А хрена речьки, как известно, не слаще. Ох уж эти канадцы, голод, жажда, усталость, голод. Нормально, вы пока живете. Мы как раз доедали свой ужин, если это можно так называть. Как услышали, стук в дверь. Кажется, это торговец, и он очень заинтересован в приобретении патронов. Которых у нас нет, нахрен. И мы ему ничего не предложим, к сожалению. Что ж ты, блядь? Я тебе сказал, нет патронов, не шахмат, ничего. О, пана. Теперь у нас вооруженная опасная женщина. И у нее, к счастью, закончились патроны. Женщина говорит, что охотится за дикими монстрами. Так, женщине ничего мы не дали. Так, опять какие-то нахрен разборки, какие-то положения ужасные. Правительство, не правительство. Ну, короче, нужно просто держать все на чеку и прослушивать радиоволны, чтобы быть в курсе, если вдруг чего подвернется. Мы связались с ними. Армия уже близкая, она спасет нас. Все, что нам нужно делать, это сохранить спокойствие. Так, военный с нагоняющим скук голосом очень на этом настаивал. Помощь уже в пути. Остается только ждать и ждать дальнейших указаний. Что я вам скажу? Это такая концовка с одной из самых классических, на которую у нас игра пытается вывести. То есть военные нас спасли. Все хорошо. Но, какие нахрен военные? У нас вообще, во-первых, чертеж танка во дворе. Опять какой-то незнакомец. Почему они все просят у меня какие-то картишки, блядь, патроны, шашки? Вы воды, воды вам нужно? Я дам. У меня вот вода. Что вообще за апокалипсис такой? Почему никто не ценит воду? Какие нахрен карты? А, подожди. Он сыграть хотел на воду. Нормально, все. Беру слова обратно. О, мужик вернулся. И не заболел, смотри. И не порвал противо... Как опять называется? Забывай постоянно. Он патроны принес, вы смотрите. Так, мы пошли в городской музей на безмятежной улице. То есть, получается, вот эта вот улица безмятежная, а это зеленый квадратик, это музейное какое-то сооружение. Давайте тогда какой-нибудь, знаете... Где, по сути, должен быть супермаркет? Я думаю, вот. Либо можно на теплотрассу. Каких-нибудь бомжей встретить. Меня там зарежут. Нет, давайте в супермаркет. Ты смотри, он даже не устал и не проголодался. Вот это мужчина вышел в вылазку, ну я называю. Ну, немножко проголодался, конечно. Но он должен был умереть вообще, по моим предположениям. Кто же у нас пойдет наружу? Вот этот счастливый 18-й день нашего выживания в супермаркет мы отправляем с вами. Я думаю, что... Сына, да? Пущай, пущай сына. Сегодня мы нашли письмо, написанное другими выжившими. Они утверждают, что у них доброе намерение, и они хотят познакомиться поближе. Кто случится? О, смотри, нормально, поболтали. Теда даже не убили. Это правда, это все правда. Там есть другие люди, такие же, как мы. Мы прибыли на рандеву вовремя и без оружия. Нас подружечки встретила группа уцелевших. О, смотри. Торговец сегодня прямо решил разгуляться. Блин, слушайте. У нас есть патроны, как бы. Поэтому я думаю, что ружье останется на базе. Топором мы потом вскроем какие-нибудь глисты. О, точнее, гниющие раны. Вылечим тем самым какие-то болезни. А вот ружьем, ружьем, мы будем защищаться. День 22-й. Мы спим, храпим. Сына нет. Все хорошо. У нас заканчивают запасы и падает боевой дух. Отчаяние в нашем убежище висит в воздухе. Мы знаем, что неподалеку обитает небольшая группа уцелевших. В основном пожилых людей из дома престарелых. Хе-хе-хе. Ой, а что это ты? Ты их зарубил, что ли? Надо было просто еду взять, ты. Сидит, ебучий раскольников. Зарубил бабку топором. А, так подожди, мы никого не убили, мы просто ограбили. Мы украли у них фонарик. Вообще ничего страшного. Киска! Я его что, тоже кормить что ли нужно теперь? Аптечка за книжку. Шашки за фонарь. Ну вы вообще, ну нет. Ну, ребят. Какая аптечка за книжку? Я без книжки вообще никто. Четверкинку от сотки мы уже отжили с вами. И что нам это дало? Ничего, сына нет до сих пор. Сына нет уже 3, 4, 5, 7. О, сынец вернулся, смотри. Подожди, стоп, аптечки же не было. Все было нормально, с того не сего, наш фонарик перестал работать. К счастью, нам удалось его отремонтировать до того, как мы услышали. Так, это, короче, про военных, про самолеты. Нам больше интересно вот этот, что-то обезьяна куда-то пошла, пришла, отошла, подошла. Какие нахрен обезьянки, я не понял. Их должно быть, должно разорвать было бомбой. Сыночек мой, сыночек мой, сыночек мой. А давайте мы сыночка, сыночка, вот так вот сделаем. Он отдохнет, с бутылкой в жопе вон, и пойдет завтра опять на вылазку. Ну, что ж, придется выяснять отношения у всех на виду. Тед, Долорес, должны поговорить наедине. Так, вот это вот, наверное, стоит сделать, потому что они тогда зарежут друг друга. Ну, поговорили? Так, подожди. Э! Сын собаки, ты че? Я думал, я тебя накормлю, напою, и ты отдохнешь. Безвоживание кого-то. А, у тебя еще и безвоживание. Вот тогда тебя я кормлю. Тебя я кормлю. И отправляю в поход. Сытого. С ясным умом. Ой-ой-ой-ой, подожди. А почему у них истощение? А давайте пир на весь мир. Кто пришел? Долорес, должна что-нибудь съесть, Долорес. В смысле, должна что-нибудь съесть? Ты вчера ела? Все ожидают, что после апокалипсиса будет мирно и спокойно, так как, ну вы знаете, большинства людей нет в живых. Тем не менее, кто-то к нам пришел. Когда мы открыли дверь, то увидели странного мужчину в синем комбинезоне, который хотел искупить водяной чип. Водяной чип? Что это вообще такое? Блядь, водяной чип. Я помню, есть какой-то мужик странный. Возможно, как раз в этом синем ебучем комбинезоне, который меня зарезал ножом. Давайте проверим, кто это. Нашему гостю не понравилось, что у нас нет водяного чипа и что мы не знаем, что это такое. А зачем ты взял тогда мою воды бутылку, сучка? Истощение, голод истощения. Что-то, короче, нахрен не буду я вам еду давать. Я только потратил на вас пол банки супа. Рыжие твари. Так, ну что, день 33 у нас уже с вами по счету. Давайте как-то, не знаю, подведем небольшие итоги, потому что я, если честно, сам уже немножко запутался. Что у нас, где у нас, кто у нас. В целом, вот по ситуации. У нас киска. У нас вообще в целом все рыжие в бункере. Но мне это не нравится. Я хочу, чтобы ты отвернулся. У нас получается чего нет? У нас нет... А, у нас нет чемодана, вот о чем я говорил ранее. И радио сломали. Но радио можно, я так понимаю, починить при помощи книжки. Возможно. О! Муж вернулся, да? С пустыми руками, да, я так понимаю? Хотя нет, смотри, воды-то у нас. Опа-на, бутылек. Или это не вода? Находится в хорошо оборудованный склад. Он уцелел после взрыва. Так, Тед там порыскал. Вода, 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 вода. Четыре штуки. Хорошо. Может нас пронои, но мы думаем, что кто-то шел за нами. Надеемся, что этого не повторится. Ну, если что, у нас и замок есть. И ружье, и топор вообще нормально. Тед совсем плох. Тед голоден, Тед устал. Но Теда надо выправлять. Голод, усталость. А что? Все нормально. Ну и истощился. Так ему вообще на пользу, как будто. Вот так вот сделаем, наверное. Рыжего отправим в вылазку завтра. У нас на пороге стоит человек, и он хочет с нами подружиться. Варен Мерри, по его словам. Он выглядит безобидно, несмотря на дополнительную пару рук, которая у него появилась в результате мутации. Он уверяет нас, что это не заразно, и попросил помощи. Если мы поделимся с ним его людьми... А, с ним и его людьми запасами. Я думал, с людьми с ним поделиться нужно. Короче, за это нас отблагодарят. Помогут защититься, если нападут бандиты. Да, баллочек воды, как бы, мне не жалко. У меня литров действию. Если не 20. Вот этот вот стук мне уже, на самом деле, не особо-то и внушает доверие. Так, ну, они вроде стали рады воде. Я правильно понимаю? Конечно же, мы не взяли с собой ни одной бритвы. И теперь некоторых присутствующих можно принять за йети. В крайнем случае, хорошенько заточенный топором может заменить бритву. Ну, это, конечно, не гной в пятке. Но я думаю, что воспользоваться этим грех. А, наоборот. Не грех. Грех не воспользоваться. Вот. Так, тут у нас еще дождаться указаний от военных, от ученого. Короче, вот у нас пока две сюжетных линии, которые открыты, так сказать. Ученая линия и военная линия. Но нам это не интересно. Ну, такой юбилейчик. День 40 по счету. Ничего не меняется. В целом, чем больше ты выживаешь в этой игре, тем меньше... А! Тед, сука! Ты чё? Ты как вообще это сделал? Ему еще и аптечка нужна. Сущий сын порезался топором. Я дам тебе еды, но твой ушиб я лечить не буду, потому что ушиб заживет сам. Хотя, может, стоит все-таки аптечку использовать. Но я вообще не знаю, что с этим остолопом делать. Ну, как ты порезал себе предплечье? Ну, исходя же из логики, он не сдохнет. Он просто порезался топором. Стофилококков каких-то тебе занес в кровь и умрет, да? Ну, вообще да. Ладно, давай, наверное, потратим аптечку. Потому что без этого мы до сотки так не протянем, я чувствую. Во! Вот это уже хорошо, сын вернулся. Забрели в наш любимый боулинг-клуб. В баре не было ничего интересного. Сгнившие какие-то кусочки. Но зато были не сгнившие кусочки. Мы их себе взяли благополучно. Что там еще? Водичка. Две бутылки для коктейлей. Там, наверное, использовалось в этом баре вашем. О! Мы еще шахматы нашли. Это вообще круто. Это ощущение голод-усталость. Нормально. Сиди, отдыхай. Ой. А это что такое? Боевая готовность. Снаружи стоят какие-то люди, и они не пришли с дружеским визитом. Точнее, они пообещали нам кровавую расправу как минимум 17 раз за последние 5 минут. Нам надо занять оборонные позиции, так как они могут ворваться в любую минуту. А это что такое, блять? Сыграть им реквием по мечте или что? Ну смотри, тут вариантов вообще... Немного вариантов. Топором мы их не перерубим. Ружьем. Как бы тоже прострелять их можно, конечно. Но есть шанс получить... Чего? Мозгу. Пулю нахуй. Поэтому я просто закрою на ключ. И никто мне ничего не сделает. Правильно? Что это такое? Кого убили? Молодцы, ребята, молодцы. И что я вам скажу? Но в следующий раз мы уже так не закроемся. Придется с ружьем отбиваться. Блин, вот эта усталость еще какая-то после того, как я ему предплечье обработал бинтами. Он же в поход хер пойдет, да? Да, только женщину можно отправить. Она, кстати, ни разу еще не была у нас в походе. Так что давайте, наверное, откормим ее как следует. И отправим в пустоши. Пусть перенесет нам что-нибудь полезное. Надеюсь, аптечку. То есть вы хотите сказать, что Тед потрогал мертвую радиоактивную крысу и заразился сифилисом? А, ну вот, кстати, и то, о чем я говорил. Бандиты вернулись. И нам нужно снова защищаться. А защищаться у нас... Блин, вот мне очень привлекает губная гармошка. Как она поможет нам защититься? Может, они растрогаются, бандиты такие. Оп, твою мать. Вы тоже любите казантип? И просто тюк-тюк-тюк-тюк начинает хуярить. Ну, тут что, тут ружье, очевидно же. Самое нормальное оружие. Хм, смотри, даже стрельбы нет. Просто стук в дверь. Мы даже не стреляли. Хотя патроны пропали. Тимми сходит с ума от скуки и не отходит от отца ни на шаг. Сначала ему хотелось поиграть в салочки, потом в прятки. Тед в плохом настроении и хочет, чтобы его оставили в покое. Но Тимми не сдается. Смотрите, ну кому из них хуже? Кому-то Теду психовать сейчас вообще не вариант. У него селезенка вырвется наружу. С другой стороны, Тед уже и так больной. А пусть поиграет с сыном. Ты отец или что? Жижа зеленая. Блядь, походу пизда сыну. Он же может и зарезать его. Ружье сломал, ап сына. Ты че? Да епте. Вы сколько раз ко мне еще придете? Может вам сыграть на гармошке на губной? Я вообще не понимаю. День 52. Жена вернулась. Гармошка на месте. От бандитов? Я так понимаю, мы защитились? Что? Они опустили оружие и заплакали. Изумленной красотой нашей музыки. Нас помиловали, но это только сегодня. Да в смысле только сегодня? Смотри, жена ружье вернула, во-первых. Баночку вон еды нашла. С супом такую немножко вялую, но нормально сожрется. Что там? Две банки воды. И сломала противогазовую систему. Ты что, дура что ли совсем? Блин, а я вот в поход собираю. Мне кого отпустить-то туда? Истощение. Истощение усталости. Истощение. Во! Вот это нет усталости. Его мы отправим подальше из бункера в поход. Без противогаза, потому что, во-первых, он сломан, а во-вторых, тебе он как бы и не требуется. Если вдруг он помрет, то лучше уж он помрет где-нибудь снаружи, чтобы своим трупом не разрушать здравомыслие семьи. Только попробуй заразить кого-то еще. Что тебе с собой дать? Такого интересного. Да в целом ничего, наверное. Банда каких-то проходимцев ломится в нашу дверь, требует сдаться и отдать все наши запасы. Как мы должны ответить этим негодяям? А вот это уже интересно. Это не те челы, которые 17 раз сказали сдавайся. Это другие. И возможно на них казантип не сработает. Что же тут делать-то нам в данной ситуации? Я не знаю. Наверное, стоит пристрелить. Да, у меня нет патронов. Ну и что? Теперь у меня нет ружья. Возможно из-за того, что не было патронов. Тревога. Снаружи стоит группа людей, которые не выглядят дружелюбно. Что мы им пшикнем в глаза перцовкой? Что это такое? Ну блин, ну это вот такой момент на самом деле. Тебе с одной стороны топор очень жалко. С другой стороны, люди-то может даже и неплохие. Они не выглядят дружелюбно, но потому что бритвы нет. Они не брились. А давайте, знаешь... А вот я не хочу сопротивляться. Просто посмотрим, чем нам это обернется. О, смотри. Видели ачивка какая-то была у меня? Доброжелательная какая-то, судя по картинке. А-а-а! Нас засейвили те челики. Помнишь? Мы дали ему воды. Шестирукому ублюдку. И он сказал, я в долгу не останусь. Вот не остался. Тед немного сглупил и попал прямо в лапы грязных бандитов. Ну вот, собственно, как я и предполагал. Моя тактика сработала. Я очень ловко избавился от трупа Теда. Потому что если бы он сдох в бункере, мне кажется, жена бы, ну, совсем расквасилась. Ну и воняло бы еще, конечно. Так что, ладно, давайте... Что там, кормежка нужна? Кормежка не нужна. Собираем в поход. И в следующий день отправим либо Тимми, либо Долорус. Жена у нас уставшая, да? Жена уставшая. Ну вот это уже не жена, подожди. Это уже мама. Наверное, давайте сыну еды дам. Чтобы он точно был в кондициях. И дадим ему с собой какие-нибудь... Блин, вот противогаза нету. Это, конечно, печально. И Тед с карты сдох. Сучара. День 61-й. К нам лобятся бандиты и обещают жестоко с нами расправиться. Если мы не откроем. Пора выбирать, сдаваться или сражаться. Так, мне уже страшно. Что будет завтра, мы не знаем. Решив сыграть красивую грустную мелодию, которая смягчила бы их сердца. Мы издали душераздирающий скрип. Налетчики в ужасе бежали, заткнув уши. Сломали гармошку. Ты как в нее дунула-то? Мать! С какой силой? Вообще все херово. Просто у нас ничего почти не осталось. Ни мужа, ни сына. Карту украли. Все оружие поразтерзали. Наш так называемый ужин был прерван очень оригинальным предложением. Хриплый голос спросил, не хотим ли мы купить камень? Извини меня, дружище Джим. Но попахивает это какой-то разводиловый. Я в ебушку, у меня камнем просто прилетает. Мы крикнули, что никого нет дома. Чистая история из моего детства. Мне бабушка всегда пугала, что придут цыгане и обворуют наш дом. И говорила, не открывай цыганям. Приходят цыгане стучаться. И бабушка кричит, никого нет дома. Ооо, смотрите. Вот это уже интересно. Нам дали чемодан, который может, во-первых, взорваться. Во-вторых, в нем может быть что-то крутое. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Ну и что там было? В смысле? Ну я не взорвался, это уже хорошо. А, тут была маленькая баночка супа. Я думал, там что-то машина... Блин, а стой! А чемодан ты почему не забрала? Это вообще ненормально. Я считаю, что это некорректное поведение. К нам дверь опять ломится, мародеры. Ну это вообще, ну, блядь, ну... Какого хера? У меня только топор остался. Включаем режим раскольников. А тебя кто съел? Бля, у меня сын еще и фонарик украл. Что вот с собой могу взять, чтобы мне мародеры не пристрелили? Шашки, патроны. Типа иду такая по пустошам, идут мародеры. Я такая, хоп, невзначай из кармашка патрон выраниваю. Они думают, ёпта мать, у нее оружие. Давай не будем. Итак, день... 73-й. Ой! Э! А что случилось? Вон, шашки я вижу, все же нормально. Какие-то незнакомцы лазят по обломкам нашего дома. Мы послушали их разговор о женщине, которую недавно схватили. Все указывает на то, что это Долорес. Вы понимаете, что трех наших кентов просто почикали ножичком у выхода из бункера? Ну все, у меня депрессия. Надо было просто встретить в бункере и не рыпаться. С сыном вдвоем мы сейчас сидели. Я бы его, если что, съела. Ну, в общем, сегодня там все, как вы поняли. Спасибо огромное, что досмотрели. Ролик получился довольно большой. Но впереди нас ждет еще одна серия, где я все же дожму эту игру до сотого дня. Потому что у меня в голове уже стоит цель, что я должен это сделать. Я это сделаю. Так что ждите. Ну и само собой, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам вообще такое выживание. Собственно, на этом у меня все. Я пошел дальше монтировать продолжение. Ну а вам советую глянуть вот эти вот два ролика по Little Company. Из-за того, что на канале давно не было видео, вам, возможно, их даже не показало. Так что зацените. Ну а я пошел. Всем удачи и всем пока. До новых встреч.